Здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я объясню. Я живу в Турции, снимаю новости, перевожу на русский язык все, что здесь у нас происходит в стране из официальных источников. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Давайте приступим. Начнем, конечно, с самой важной темы, которая произошла буквально несколько часов назад. Вчера ночью до часа двух-трех утра ночи Турция в прямом эфире на всех телеканалах наблюдала атаку ракетами и беспилотниками. В интересное время мы с вами живем, в прямом эфире наблюдаем войны как просто кино. Турция в том числе все это наблюдала. Это была острая тема. И, конечно же, главные лица, твиттеры, журналисты, все это активно обсуждалось в соцсетях. На данный момент, когда снимается это видео, официальной реакции заявлений от Министерства иностранных дел либо от президента Турции пока что не поступало. Но если это очень важная для вас информация, то обязательно в телеграм-канале, на который ссылка в инфобоксе, подписывайтесь. Когда поступят первые заявления официальные, они всегда будут отражены в самых свежих новостях из Турции. Но ранее Министерство торговли Турции приняло решение, что с 9 апреля 2024 года Турция вводит ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров. Условие такое до окончания боевых действий в секторе газа и создания условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Анклав. Данное решение было принято после серии митингов, которые я освещала ранее в своих видео. Можете посмотреть, пройти на предыдущие ролики. Были протесты и в Стамбуле крупные, задерживали людей против торговли Турции с Израилем за блокировку. И буквально после последнего задержания, которые были крупные в Стамбуле на площади Токсим, После этого ввели эти ограничения, об этом сообщил министр иностранных дел Хакан Федан. В частности, в этом опубликованном решении министерства было указано, что введены ограничения на виды продуктов из стали, алюминия, различные продукты промышленности, это краски, электрические кабели, топливо, масла, удобрения и так далее. То есть Израиль в ответ на это, в свою очередь, конечно же, не промолчала, была реакция. Она ограничилась тем, что Израиль попросил США прекратить инвестиции в турецкую экономику, ввести какие-либо санкции. Об этом заявлял официально глава Министерства иностранных дел Израиля. Также, в свою очередь, Израиль заявил о том, что они тоже готовят список, обширный большой список турецких товаров, запрещенных к импорту в их страну. У нас заканчивается большой Байрам после месяца священного Рамадан, после поста завтрашнего дня. Турция начинает официально свою работу, выходит в госучреждения. Кстати, очень из-за ночной атаки есть вопросики у экономистов, что завтра откроется рынок торговли и, скорее всего, это отразится на курсе валют, на курсе доллара в стране. Лера, скорее всего, где-то пошатнется еще, сдаст свои позиции, но это будет видно. За 7 дней праздника в дорожно-транспортных происшествиях в Турции в общей сложности погибло 55 человек. И пострадало людей, которые обратились за помощью в больнице, 7331 человек. С чем это связано? С тем, что люди невнимательные, стоят в пробке, агрессируют, естественно, опаздывают, нарушают правила дорожного движения. Самую главную причину, как правило, нарушение правил дорожного движения, об этом заявил министр внутренних дел Турции, Это самая главная причина. Пробки, конечно, были огромные. Сначала все выезжали из Стамбула и крупных городов в туристические зоны. Были пробки на въезде в Анталию, в Марморис, в Кемер, в Бодрум. И затем люди начали возвращаться. Вот вчера пробка растянулась на 70 километров. Медленная-медленная пробка. То есть, по сути, из своего отпуска в 9 дней 2 минимум люди, которые куда-то уезжали, тратили на дорогу в одну сторону сутки в пробке и обратно потом возвращаемся. Каждый год одна и та же история. Но 55 человек, погибшие в автокатастрофах за эти выходные, ну, в выходные смысле, за неделю праздников, это очень много и больше 7 тысяч пострадавших, кто обратился за помощью. Просто невообразимые цифры. Также в Анталии произошло ЧП на этих днях на праздничных. Трансфер отеля столкнулся с автомобилем на дороге. И в автобусе находилось 29 человек с водителем. Они все пострадали, обратились также за помощью. Начинается туристический сезон. Все эти люди были сотрудниками отеля. Отели готовятся сейчас к принятию туристов. Там у них проходят всякие обучения, работают, улучшают отели, чистят что-то, могут и так далее. Короче говоря, идет сбор персонала. И вот такой автобус с персоналом попал в аварию. Это авария не по тому, что усталости, загруженности водителя, он там не спал или еще что-то. Это просто на дороге авария с машиной, столкновение. Но в автобусе 29 человек, все пострадали. Слава богу, заявление о том, что кто-то погиб, не было. Но такое крупное ДТП, в котором целых 29 человек были пострадавшими. Но трагедия, за которой наблюдала Турция последние несколько дней, в пятницу знаменитый комплекс туристический, где находится канатная дорога, в Анталии сломалась канатная дорога. Это произошло во второй половине дня, ближе к вечеру. Собственно, в чем ЧП произошло? На канатной, знаменитой этой дороге, где просто стекаются все туристы, это достопримечательность Конья-Алты, сломалась канатная дорога, отпал некий элемент, который повредил кабинку. В каждой кабинке находилось около 8 человек. В среднем 7-8 человек, полная занятость была этих кабинок. Это нечто, техническое что-то ударило по кабинке и разломило ее. И из кабинки выпали люди. Дело в том, что канатная дорога идет между горами над, скажем так, обрывом. И ЧП произошло, слава богу, не на самой высокой точке над пропастью, а фактически над горой. В итоге остановил один человек, выпал и погиб. 7 было раненых из этой именно кабинки. И остановилась канатная дорога. И люди просто зависли в воздухе. Пользовано около 2000 человек спасателей. Несколько вертолетов, спасательные машины пожарные. Вот кто был на горе, ближе к какой-то поверхности, к земле, тех снимали пожарными машинами, куда они могли дотянуться. Всех остальных, кто завис в воздухе, снимали вертолетами. Спасательная операция продлилась порядка 20 с лишним часов. То есть практически сутки люди висели над пропастью, без возможности сходить в туалет, без еды, без воды. В стрессе, в шоке. Есть одно видео, одну женщину в конце уже сняли, когда с кабинки. И она коснулась земли, она целовала землю. Такой огромный стресс, шок, страх она пережила. Сразу же на место выехал мэр Анталии. И, конечно же, все это было под спасательная операция, была задействована под руководством министра внутренних дел Турции Али Эрли Кая. Какое заявление он выдал и итоги, что после этой аварии вообще, результаты какие. Он сообщил, что в результате эвакуационных спасительных работ было спасено 184 человека. И они размещались в 15 кабинках, которые зависли в воздухе. Оборвалась одна кабинка, из нее выпали люди. Вот этот мужчина погиб, ему было 54 года, его звали Мемиш Гюмюш. И 10 человек также получили еще ранения. 7 человек из его кабинки, когда они тоже выпали на камни. А 3 человека пострадали еще во время эвакуации. Спасательная операция длилась примерно от 20 до 22 часов. Это разная информация в СМИ, но она завершилась, это спасательная операция. И выдан ордер на арест 13 подозреваемых, в том числе людей, сотрудников, которые ответственны за техническое оснащение. Компания, которая эксплуатировала эту канатную дорогу. Те, кто занимался ее ремонтом. Самое интересное, что канатная дорога перед, скажем так, вот этим туристическим сезоном прошла свою проверку в январе и феврале вот этого года, буквально пару месяцев назад. Но вот эта несущая опора, какой-то, не знаю, металлическая часть какая-то оборвалась все-таки, ударила эту кабинку, она разлетелась, и люди выпали оттуда. Хочется отметить, что канатные дороги в очень многих туристических местах в Турции есть. В Стамбуле тоже небольшая есть, возле Босфорского моста, в Измире есть большая канатная дорога. Так вот, интерес и посещение канатной дороги в Измире, когда происходила сутки эта эвакуация, упал на 94%. То есть ей практически никто не пользовался. Это просто страх и кошмар, кошмар очень многих, фобия очень многих туристов. В Стамбуле вчера после перестрелки в центре города было сообщено о четырех человеках, которые пострадали. Было три раненых, один погиб на месте. Это произошло в 7 вечера в Стамбуле, в районе Белиолу, в центре города, в толпе, где есть туристы, люди. Плюс еще заканчиваются праздники, выходные. Все равно очень много людей на улицах, плотное движение. И в этот момент произошла перестрелка. Ну, по первым предварительным данным полиции, перестрелка была связана с тем, что это два криминальных клана разбирались, что-то там, собственно, делили. То есть разборка была криминальная, но в час пик, в 7 вечера, собственно, в туристическом центре Стамбула, один человек погиб, три раненых. Конечно, паника была неимоверная. Агентство по продвижению и развитию туризма Турции при Минкультуре Республики сообщило о возможности для иностранцев получения визы цифрового кочевника. Наконец-то. Этой возможностью смогут воспользоваться как мужчины, так и женщины, молодые люди, граждане любых других стран. Основные какие требования? Возраст — это от 21 до 55 лет. Второе — это контракт с компанией, в которой ты зарегистрирован, не турецкая обязательно компания, либо документ, подтверждающий этот контракт. Ну, либо контракт, либо какое-то сотрудничество с компанией. Далее — это подтверждение постоянного дохода не менее 3 тысяч долларов в месяц на проживание в стране, и вообще на траты на все, на покупку страховки медицинской и так далее. И последнее — это документ о получении высшего образования или диплом какой-то замещающий, это по специальности, в которой ты работаешь. Имея на руках эти документы, иностранец может через портал получить сертификат цифрового кочевника, и на основании этого сертификата в турецком консульстве или в визовом центре подавать заявку для соответствующей визы в Турцию. То есть находясь в своей стране, до этого приезжать в Турцию не обязательно. То есть ты все эти документы визируешь, собираешь, отдаешь заявку онлайн, и идешь в консульство «Турецкое представительство» в стране, в которой ты находишься. То есть, по сути, ты получаешь сертификат кочевника, когда одобряют, и с ним на руках идешь уже в консульство, визу подаешь и получаешь ее. Ну и немножко всегда в конце мы стараемся разбавить новости чем-то позитивным, скинуть накал, который у нас происходит. Типичный день супергероя обычного турка. Молодой человек сидел, пил турецкий чай, расслаблялся в кафе. Это было в городе Бурса буквально вчера. И отдыхал он со стаканчиком чая, расслабленный, в общем-то стандартном турецком вайбе. И он увидел, что к нему навстречу бежит какой-то человек, а за ним его преследует полиция. То есть, он видит, что идет какое-то задержание. И тогда в один момент просто решения, молодой человек встал, скажем так, ликвидировал, поймал этого убегающего преступника, задержал его, сбил его с ног, передал полиции. И как ни в чем не бывало, буквально все происходило одну-две минуты, сел дальше, продолжил свою трапезу, дальше сидел на турецком вайбе, пил чаек, отдыхал, в общем, ничего особенного, просто помог полиции и продолжил то, чем занимался. Вот здесь очень хорошо показан турецкий менталитет, характеры этих людей, их особенность. Такие новости Турции на данный момент. Самые свежие новости из Турции всегда в телеграм-канале TurkiyaBugün. Ссылка в инфобоксе под видео, обязательно подписывайтесь, пишите комментарии под этим видео, это очень помогает статистике канала, его росту и приходят новые подписчики. Спасибо вам большое за внимание, до новых новостей, скоро увидимся с вами. Всем пока!